МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безпешная дорога, да и проводить узмозненную отпрацовку нерегулируемых пешеходных переходов в годный пик. Попросил закурить не дали, затриманную подозронную в двойном забойстве. А сейчас об этом и иншим больше подробно. У громадской приемной Гомельского обл. Конкама на пытание ЖХРО-региона отказывала 1-й секретарь областного комитета БРСМ Вероника Гудкова. Звороты тышились пенсийного законодавства, приватизации жилья, а также качество жильево-коммунальных послуг. На каждое питание будет даден отказ, заповнила Вероника Гудкова. Так само яна рассказала, с чем у БРСМ звертаются молодые люди. Сейчас у нас такая пора, когда мы собираем предложения от молодежи, какие-то новые идеи, потому что все вы знаете, что идет сейчас и обсуждение изменений, которые идут в Конституцию Республики Беларусь. Поэтому много идей молодежи, много предложений. Конечно же, бывают самые разные, но понимаете, что потом их надо красиво причесать, все сделать, чтобы они уже пошли в нужном виде, уже дальше в органы юстиции и вошли затем в стратегию развития молодежной политики. Республиканский патриотичный проект «Память сердца» протягивает свой шестик по Гомельской области. В регионе проходят мероприемства, как бы черговый раз нагадать молодые. Мы не маем право забыть об героизме нашего народа в годы Великой Чинной войны. Митинг-реквием у агрогородку Сутко у Хонницкого района наведала наша здымочная группа. Невеликий митинг у маленьким агрогородку. На улице холодно и вильготно, але это не пирашкода для тех, кто жадает выказать свой степлый жест по ваге героям. Среди них Санько Ягор – навученец 11-го класса мясовой школы, активист БРСМ и пошуковой группы «Следопыты». Своим уделом он хочет заявить – ему не все ровно. Дедушка мой воевал и пропал без вести. Бабушка тоже пошла в партизаны, но потом попала в концлагерь и все, больше ничего не известно. Эта память все-таки за это проливали кровь, чтобы мы жили свободно и независимой стране под чистым небом. Дарэч и пошуковый отряд «Следопыты», у яким задейничаны Ягор, веде активную работу, кабу вековечить память о падеях Великой Чинной. На прамки дейности самое розное. Наш поисковый отряд «Следопыты» действует уже на протяжении четырех лет. Мы ведем базу данных по поиску пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Также мы находим ветеранов. Вот у нас, например, в Судкове было 100 ветеранов жило, к сожалению, последний умер в 2016 году. В ушне Судковской средней школы – соправдная гордость их наставников. Об их активной позиции ведают не только у агрогородку, але и за его межами. Активисты и волонтеры Судковской средней школы проводят большую работу в рамках патриотического воспитания. И наш священный долг – сохранить память о героических подвигах истории и судьбы каждого нашего земляка, внесшего свой клад в освобождение Беларуси и великую победу. Ширые слова по вагям у складанні кветок, свечки и хвилина маучання. Маленький населенный пункт подтримал акцию, у якой соправдыва сакародная мета. Зберахчи нашу историю. Мероприемства у рамках республиканского патриотичного проекта «Память сердца» завершаются 24-го Снежня. У Гомельской области наступные акции отбудутся у Чачерским, Лельшицким районах, а так само у Гомеле. Миколай Скинціян, Сергей Камков, телерадиокампания «Гомель» Схойницкого района. Кадеты выкористовують у якості опошней репетиции. Хоть по великим рахунку, кожный рух классичных бальных танцев им не просто добра вядомы, але и выполняется практически автоматично. Двойче на тыдень у Гомельским кадетским в училище проходят занятки по хореографии, а тому танцевать тут может каждый выхованец. Урешті шмат, кто с їх у будущим станет офицером. А это не только погоны з орками, але и высокая культура. Ранее, до речи, без офицеров не обыходился ни один баль. Каждый кадет обязан знать танцы, так как военный человек. Раньше в светскими мероприятиями всякие военные участвовали, танцевали. Разучиваем разные танцы, которые нам пригодятся в будущем, если мы станем военными. Так как в высших учебных заведениях тоже участвуют, в всяких таких мероприятиях. А этот балл – это как экзамен. То есть, получается, подытоживаем то, что выучили и покажем это. Кадетские бали у вучилища проводятся уже некольких годов. Але до минулого года и они проходили выключено у стенах установы. По инициативе старшины Аблвы Конкама Геннадия Соловья летость балю першуню пройшов у палацы румянцевых и паскевичев. Все лето – у палацы чугуночников. Сирот нового введения у селетнего балю – музычное супроводжение камерного оркестра. Гомельская областная филармония и офицерский вальс. У першуню на паркет вышли еще и наставники. У час, когда они учились военному мастерству, минуеты и мазурки в обовязковую программу не уходили. Но сегодня они танцуют не горш за своих выхованцев. А про то, что в этом году на балль запросили еще и партнеров. Ансамбль спортивно-бального танца «Элегия» и выхованцев Гомельского ясли сада номер 33. Хто ведая, махчима гэты и пятигадовые хлопчики и девчинки с часом так само прийдуть у кадетское училище и так само будут выконывать польки, мазурки и подыграсы. До речи, по словах сучасных, выхованцы установы учиться танцевать все ж таки больше тяжко, чем займаться строевой подрыхтовкой. Правда, об годинах, проведенных в кабинете хореографии, никто не шкадует. Для меня тяжелее танцевать, ведь в танцах главное собранность, четкость. И, конечно же, это эмоции, которые ты излучаешь. И это все гармонирует и смотрится очень великолепно. И это нужны тренировки. А строевая тоже тяжелая. И для этого тоже нужно стараться, потому что там четкость, ясность. И строевая также тяжелая, но тяжелее танцы. Олег Синчуров, Алина Василюк, Евген Макеенко, Телерадоя компания «Гомель». На протягу месяца супрацовники ДАИ проводят узмостненную отпрацовку нерегулируемых пешеходных переходов у ранешние и вечерние годины. Однако, не глядяши на это, статистика ДТЗ у РГИО не застаётся сумной. Только у листопаде у них загинули 9 человек. Тему протягнуть наши корреспонденты. Вечер пятницы патрульная машина отправляется в уже звычайный рейд по Гомельскому району. Ситуации, на которые они обратят внимание, бывают разные. Это люди, которые пробегают дорогу в неналежном месте. Ницверозые велосипедисты, пешеходы без фликеров. Те, которые в этом случае. Формально, катафоты на велосипеде есть. Однако, светло у темры они не отбивают. По дороге нельзя вам тоже ехать. Да я здесь, в узле школы, по краю проехал. В этот раз всё обойшлося доброе. Однако, так бывает не заусёды. Например, 26 листопада Калядовска водитель сбил двух пешеходов. 64 и 33 годов. Якие, будучи у нецверозом стане, переходили дорогу в неустановленном месте, где того же не имели фликеров. С травмами после ДТЗ их шпитализовали. Однако, виноватыми у здоровья бывают не только пешеходы. Одна из основных причин – непредоставление водителям переваги в руху пешеходам, особенно в темный час суток. У зимового переда это особенно небеспечна, потому что на дворе тормозный шлях повеличивается. Треба загадя снижать худкость и тормозить. Если автомобиль не пропустит пешеходы, то водитель может отримать попереджение или штраф от 1 до 5 базовых величин. До административной отказности за это все это было притягнуто больше за 8 с половой тысяч кировцев. Хотелось бы, конечно, обратиться к пешим участникам дорожного движения. При переходе проезжей части в первую очередь нужно обезопасить себя, убедиться в безопасности перехода проезжей части, посмотреть налево, направо, убедиться в том, что транспортные средства уступают дорогу. Что касательно водителей транспортных средств, при проезде пешеходных переходов и в целом перекрестках проявлять повышенное внимание. Держать скорость движения такую, чтобы можно было в любой момент снизить скорость вплоть до полной остановки. В листопаде у Гомельской области отбылось 28 ДТЗ с отделом пешеходов, у которых загинуло 9 человек. 20 отримали травмы. Снежин ситуацию не изменил. 12 наездов на пешеходов. 2 человека загинули, 12 поранены. Ганна Коральчук, Валерия Хапаньконта и лирада компания «Гомель». В Гомеле затриманы подозроны в двойном забойстве, яку отбылось гэтым летом в микрорайоне Сельмаш. Им оказался 23-годовый мужчина, ранее судимый за махлярство. Нагадаем, 14 липеня в районе улицы Дворникова были знайдены трупы двух мужчин с ножевыми ранениями. Как высветлился напереды дни ночи, гамельшане сядели у альтанцы, у дворы и слухали музыку. Ранится их заважил таксист, выкликал худкую и милицию, а вырытовать мужчин не удалось. С первых минут после совершения преступления правоохранители начали плотно работать над его раскрытием. День за днем методично обходили квартиры, опрашивали граждан и возможных свидетелей. Проверялись все лица, имевшие криминальное прошлое или ведущие антисоциальный образ жизни. Оперативно-застные мероприятия не останавливались ни на один день. Работая по убийству, оперативникам удалось раскрыть хулиганство, незаконное хранение оружия и покушение на изнасилование, совершенное в 2004 году. Главную цель оперативно-застных мероприятий удалось достичь спустя пять месяцев. Подозрены у вздеснений злошинства сдымал квартиру неподалеку от места забойства. У вечера 13 липеня Йон Сябраме ладил в Вишарынку. У ночи выросшил покурить. У пошуках цигарет вышел на улицу. Почел до лишения музыку, накировался до альтанцы. Цигарет ему не дали, узник конфликт. Тогда курец достал нож и нанес мужчинам смяротные ранения. По словах подозронного, некольки разов он хотел сдаться милиции, але так и не одважился. У Гомеле установили памятный знак 100 годов подразделением по громадянстве и миграции. В мероприемстве принял удел начальник управления внутренних справ Абл-Ваканкама Александр Васильев. Йон повиншовал супрацовников с юбилеем службы и узнагороди улевших у профессии. Офицеры отрымали удячности. Министерство внутренних справ медали 100 годов милиции Беларуси нагрудные знаки за выдатную службу. Мобильный додаток для выучения беларуской мовы, системы для разумных домов и биоразкладальный посуд. В Техническом университете Мясухого прошел областный этап молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Молодые новаторы и выноходники представили больше за 20 распроцовок и идей. Подробностей далей. От школьников до молодых навыковцев свои распроцовки продемонстровали новаторы-одиночки и коллективы авторов. Молодые гомельские урочи и навыковцы представили одразу два проекта. Это мобильный додаток, который помогает рыхтываться до операционных умешательств. А так само метод створения шаблонов предопомозит 3D-друку для проведения операций на позвоночнику. Здесь представлено два наших проекта. Первый по 3D-печати и использованию данной технологии в хирургии позвоночника, в частности. Они прошли исследования, эксперимент и доказали, что наша разработка наиболее безопасна и точно может имплантировать винтовую конструкцию на всех отделах позвоночника человека. Тем самым более качественно и подробно подготовиться к самой операции, то есть выполнить предоперационное планирование. Нейронная везка, где сельской господаркой будет керовать штучный интеллект, система попереджения землетрусов, додаток для вылучшения белорусской мовы, вытворчность биораскладального посуду и инше. Проекты отметны тем, что могут с легкостью изнасти свое применение на практице. На Ученко-Гомельской гимназии номер 56-7 Вишневского Елизавета Синенькая пропонует при допомозе мобильного додатку заработать больше сручным житье господаров домашних живел. Там будут все услуги, которые уже есть в одном мобильном приложении. Это личный кабинет с возможными уведомлениями о предстоящих прививках, лента волонтерской помощи, возможная онлайн-консультация с ветеринаром, информационный источник «Вики-Энимал» и онлайн-магазин. В волонтерской помощи в ленте там будут выкладываться потерявшиеся бездомные животные и люди помогают друг другу искать. И чем вы больше помогаете, тем больше баллов вы получаете, которые потом идут в скидке в онлайн-магазине. Члены жюри отзначают, с кожным годом изровень проекта, окея представляет на 100 идей для Беларуси расти, молодь добро бачить перспективные направления в будущем и готовые до ворошения гульных проблем с участием. Проекты, которые проводят сейчас в рамках 100 идей для Беларуси, они становятся более актуальными в части именно применимости и решения социальных вопросов, которые непосредственно связаны с теми актуальными задачами, которые стоят сейчас перед обществом. Это и утилизация отходов, это и вопросы, связанные с жизнеобеспечением молодых людей, пожилых людей. И, соответственно, важно то, что они становятся более значимыми и в части реализации этих проектов. То есть это не просто уже идеи, а проработанные идеи, которые, в принципе, при небольшой доработке могут быть реализованы непосредственно в жизни. Лепшие проекты областного этапа 100 идей для Беларуси отправятся на республиканский конкурс. Максим Савин, Василий Сепцов, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский палацово-парковый ансамбль запрашивает в новогодние пригоды в казачном парке прогуляться в лабиринте, пройтись по дровлянных дорожках и убачить казачных героев. Хатка хоббита, эльфа казачной феи, хатка на куриных ножках. Гомельский парк пропонует зазернуть у гостей до шаровников. Чтобы их отшукать, нужно найти выход из лабиринта. После успехово пройденного квеста заслуженной узнагородой будет возможность побывать в зимовом палаце Деда Мороза и Снягурки. Мы вас проведем в дом Деда Мороза и Снягурочки, где самый настоящий Дед Мороз и Снягурочка будут с вами вас встречать. Проведу для вас интересную такую новогоднюю программу с конкурсами, с песнями, с танцами, с хороводами вокруг новогодней елки. После чего мы с вами пойдем во дворец, в один из выставочных залов. Мы там помоем ручки, погреемся, сделаем новогоднюю открытку символом этого года, бычком Борькой. Нам сегодня очень повезло, мы побывали в этом прекрасном месте, видели рекламу, а сегодня нам повезло. Мы увидели и Деда Мороза, и Снягурочка, повидали эти прекрасные домики и всем советуем, приходите со своими детками, вам очень понравится. Культура бортництва Беларуси и Польши занесена у спиц нематериальной спадшины ЮНЕСКО. Об занятку пшалярством на землях у Сходней Европы писал яшил пятым стагодзе до нашей эры батька истории Ерадот. А зараз уникальный промысел заховывать у основным же хары уборского полеса на вакуле Лельшиц. Бортництвом у Беларуси займается крыху больше за 150 семья. Сокрытые, но избиты старожитной традиции передают только пародия. Своими руками майструют колоды, вулли, які нагадывают пчалинное гнездо в природе. Интерьер у стиле эпохи Наполеона III. Новая, постоянно действующая экспозиция открылась у Палаце Румянцевых и Паскевичев. У год своего стагодзе фонды музея пополнилися уникальной меблей, набытой у гомельского коллекционера-антикварияту Сергея Путилина. Продметы интерьерной обстановки 19-го стагодзе разместились у одной из залов на других поверхе палаца. Их дополняют створы веоленчага мастатства, каминные годинники, мастатский фарфор и шкло. Стиль Наполеона III характеризуется вытонченной и роскошной обстановкой – картинами у массивных позолоченных рамах, драпировками и декораванной меблей. Особенностью этих вещей является возможность трансформирования. Поскольку они сделаны во второй половине 19-го века, когда уже существовали различные технические новшества, когда существовали станки, которые могли делать витеватые узоры прямо в дерево, то здесь и есть нюансы, которые позволяют передвигать какие-то предметы. Например, из комода превращать его в секретер. Или, например, приставной к стене столик превращается в стол для карточных игр, такой трансформер. Много очень секретиков, различных потайных таких ящичков в этой мебели. Презентацию экспозиции проводили в форме французского салона. Так ранее называли покой для приема гостей, где на встрече собирались интересные люди из аристократичных колов. Камерный хор Гомельской областной филармонии означает 40-годовый юбилей. Центральной подеей урочистосов стал амаль двухгодинный концерт. 40 лет тому камерный хор Гомельской областной филармонии стал первым подобным профессийным коллективом в Беларуси. У него репертуары, духовная музыка и народные песни, ускорная европейская классика, а так само творы, классичные эстрады и джаза. Выступление камерного хора под керавництвом заслуженного дейша культуры Республики Беларусь Олены Соколовой неотъемная частка культурного життя региона. Но этот концерт стал особливой подеей, коллективу означает 40-годи творчей деянности. До речи отпевшим мастатстве хора можно мерковать по выниках его уделов в шматликих республиканских и международных конкурсах. 10 конкурсов международных это о многом говорит. Тем более у нас был конкурс, когда были только лауреаты первых премий. Это был такой юбилейный конкурс. Представьте себе, что среди всех лауреатов первых премий мы получили второе место. Их всего было 25 хоров. Стараемся, конечно, держать статус своего хора, хотя это очень сложно сейчас. И сейчас, конечно же, очень сложная обстановка у нас, но будем пытаться нести свое искусство массам, хотя бы тем, которые хотят слушать. Это и другие новины. Информацию о проектах Толярадо компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова